Музыка Чем ознаменованы для вас предыдущие 10 лет? Построил жилье при господдержке. Вот поначалу тяжело было платить, а сейчас терпимо. Больше позитивных эмоций, скажем, чем отрицательных. Мечты ваши сбылись за предыдущие 10 лет? Можно сказать, что да. Женился. Дерево посадили? Не только одно, уже целый сад. Родилось трое детей. Выходили замуж, потом детки у нас появились на свет, сейчас ходят в школу. Жизнь, конечно, изменилась в лучшую сторону. Как 10 лет назад была жизнь, то, конечно, сейчас намного лучше. Ну, материально нам лучше много. Ну что, знаменательного такого. Женился. Дерево посадили? Конечно, дерево. Но сына нету, три дочки. Дом построили? Дом, да, построил. Уласный жилье, створение семьи, народжение детей. Во все часы, первые показчики якости життя, тое, у имя чего, человек едет на працу и робится великая экономика. Тое, что неизменно у основе усих выникал. По доброй традиции, усея пошние годы, одразу после новогодних и студенческих святов, в Брестском областном выконке проводится встреча. Я должен сказать, что существенный толчок производства получила промышленность области за это время. Если сравнить огромное производство в долларах, то объемы производства в промышленности выросли в 3,1 раза. Вы знаете, что Брестская область не промышленная область, и тем более в последние годы у нас промышленный комплекс набирал обороты и объемы, а в какой-то степени промышленность чуть-чуть снижала свой удейный вес в нашей области, но в то же время рост очень большой, более 4 раза. При этом за последние десятилетия в районе сложилась особенно структура промышленного комплекса, которая соответствует тем конкурентам и промышленностям, которые необходима нам. Промысловость и сельская господарка у основе экономики региону, особенно ураживающие темпы развития у древоопрацовцев и в творчестве харчовых продуктов, на каких в область специализуется. Открытое акционерное товариство «Брестский мясокомбинат» – одно из тех предприемств, история десяти попередних годов, якова особливо показальная для уявления господаршей политики в области. На теперешний момент – лидер мясоперопрацовшей промышленности Беларуси, а десять годов тому предприемство стояло перед дилеммой «жить, тяни, жить». Как раз десять лет назад ровно у этого комбината была сложная ситуация очень. Он уже как экономический субъект хозяйства был несостоятельным. И вот за десять лет, благодаря усилиям коллектива, благодаря пониманию областного руководства, мы стали сначала лидером в области, потом безоговорочным лидером в республике. Новые махчимости при выпуске продукции предприемство открыло технологичное и техничное переснащение поэтапно на каждом без выключения вытворчем участку. Увынику высокий, ответный европейским правилам узровень санитарии. Безпека продукции с гарантой, что неякостный продукт не трапит покупнику. И экономия палевных и инших вытворчих ресурсов, что с отдельнейшей гибкости ценноутворения и надеянности экономики. Касательно политики, я считаю, что в этот год было все сбалансировано. Грамотно находился баланс между интересами и производителей, и переработки, и покупателей. Больше 200 наименее продуктового портфеля и больше 3000 тонн в месяц выпуск продукции у темлику удвоя больше, чем до модернизации вырабляется колбас. Сегодня один брызгый мясокомбинат, выпуская колбасных вырвов, как у себя Минская в область, и больше, чем Витебская. В связи с грамотной логистикой продажа, лидерство Украины по экспорту. Дело не только в ассортименте, дело в подходах, в выстраивании, в логистике, в торговле и с экспортом. В Российской Федерации у нас очень хорошо получается грамотно выстроенная схема продаж, подход к покупателям, к продавцам. И самое главное – ориентация на качество. По высшейших стандартах якости, которые признаются Европейским Союзом, працуя буйнейшую в Беларуси вытворца молочной и соковой продукции, открытое акционерное товариство «Савушкин продукт». 38 лет будет в этом году. Как мы развиваемся, то, наверное, за 10 лет мы сделали столько в развитии, сколько сделали за тех, ну, будем так говорить, 25 лет до этих 10 лет. На мове лечбов – вытворчость за этот час укладена около 200 миллионов долларов. У добрые часы хотела бы побудовать 4-5 новых заводов. 104 миллиарда рублев только за 2013 года выдатковано на сыровинную зону, якую складают 92 господарки Брещины в Тымлику, уласное сельгазпредприемство «Савушкина». Ведь мы начинали, вот, даже в 90-е годы, да, где 98-й год, мы перерабатывали всего-навсего 78 тысяч тонн молока в год. И сегодня мы перерабатываем 460 тысяч тонн в год. 7 раз за 10 лет увеличить молоко – это все-таки дорогого стоит. Это не только там, допустим, наша работа, в первую очередь работа области в плане воспроизводства или производства молока. Европейцы сегодня относятся к предприемству до 10-ти лепших компаний. Претензии у оси в пятерку. За уводом удеяния у 2015-м годе новой вытворчей пляцовки, где будут выпускаться мягкие сыры и творог. «Савушкин» продукт – один и у Беларуси предприемство, якое поставляет в Европу цельномолочную продукцию. У нас уже под 70% сырья идет на производство цельномолочной продукции. Какие годы видно, что мы когда-то возили дальше Бреста в молочную продукцию цельномолочную? А мы сегодня практически снабжаем и Россией, и Объединенные Арабские Эмираты самолетом вводят нашу цельномолочную продукцию, и Украина, и Европа. Практически наши республики сейчас будем двигаться дальше. 41% – огульная экспортная составная в высшей Украине показчик эффективности перепрацовки, одна из лепших у республики – 168 тысяч долларов выручка на одного человека. Предприемство – один из яскравых прикладов грунтовности инновационной и инвестиционной политики, что активно проводится в области. Прикладом ее эффективности может служить каждое без выключения перепрацовочное предприемство в области. Так, на Берозовском сыроробчем комбинате после техничного пересношения отделения сыров их выпуск повеличили в полторы разы. Теперь завод – улику основных вытворцев сыров в республице. Деключи кардинальной модернизации предприемства концерна «Брест Мясо Малпрам», Брешчина мает конкурентно-здольную продукцию, больше чем за 50% якой отгружается у 29 краин близкого и дальнего замежа. Это четверть от всех объемов поставок продуктов харчевания на экспорт в Украине. До речи, внешний гандлевый сворот в области за 10 год повеличился у 2,5 разы. В нашей области ярко выражена особенность, это почти половина, то есть 46% всей обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов. То есть мы работаем на своем сырье. Наша промышленность работает на своем сырье. И любые тяжелые финансовые годы и кризисы мировых выходили проще, хотя все-таки надо с каждым предпринимателем работать, потому что мы имели свой сырье, перерабатывали. В итоге пищевой промышленности, которая сделала серьезную модернизацию, таким образом мы имели эффективную работу. 46,3% такой концентрации харчевой галины неманью, как и в иншем регионе краины и ураживающая эффективность працы. За 2013 год выпрацовка на одного человека 835 миллионов рублей, что высшее среднереспубликанского показчика. Упевненному развитию харчевой галины задействовали становочие процессы у сельской господарцы, фундаментальной галине экономики региона. Истотные изменения за 10 годов в аграрном секторе выник, инициированный керавником державы программы отраджения везки. Кардинально переснащенные жилогодовчие комплексы и фермы, новые высокоэффективные технологии с снижением доли ручной працы дали махчимы за 10 годы вытворчость молока у сельско-господарчих организациях повеличить больше чем у 2,3 раза. У два раза повеличилась реализация жилёлы и птушки у живой вазе. В область на 80% забеспечивая перепрацовочие предприемства у властной сыровины. Экономичный рост базируется на повеличении продукциальности працы, инвестициях и инновациях. Створение такого сприяльного климата во всех галинах промысловости, во всех регионах в области. Чем ознаменованы для вашего региона предыдущие 10 лет? Для Ивацевичского района и для области в первую очередь я считаю, что эти годы ознаменованы строительством двух новых заводов. Это Ивацевич Древ, новый завод, и кукурузокалибровочный завод, которые сегодня работают, функционируют и дают продукцию. И еще полторы годы назад середнемесячный объем вытворчасти продукции не больше 20 миллиардов рублей, теперь же больше 70. Инновационное переоснащение подняло работу открытого акционерного товариства Ивацевич Древ на якосно новый узровень. Экономический рывок выник уводу в эксплуатацию новой вытворчости дровнинно-стружечных и ламинированных плит с учасными по сусветных стандартах технологиями у основе. Получился современнейший завод, который сегодня работает даже с мощностью больше 100%, то есть мы за последние два года увеличили мощность уже существующую на 15%, в этом году мы еще хотим увеличить на 10-15%. Что ранее возили за межитие, первый творцем мебли пропонуется у Ивацевича. Складские запасы практически нулевые, працей забеспечены 1300 человек. Заработная плата под 800 долларов. Мы имеем 70% экспорта нашей плиты, что в денежном выражении составляет более 60 миллионов долларов. Но и самое главное, что положительное сальдо мы имеем плюс 44 миллионов долларов США. Вытворческий процесс шлифуется ответственно удосконалению технологий. Одно из започных укоронений – новая технология пропарки дравнинного дивана при формовании плиты. И три новые вытворческие в перспективе на базе так званой старой пляцовки. После увода в строй 3-й черги на проектную могутность 10 тысяч тонн насенья кукурузы выходит кукурузокалибровочный завод. Теперь на предприемстве действуют две вытворческие линии с мягчимостью перепроцовки на каждой, коля 15 тысяч тонн кукурузных початков. Мы находимся в центре области. И сегодня производством семян кукурузы занимаются и Пинский район, и Столинский район, и Ивановский, и Дригичинский, Кобринский, Каменецкий, Пружанский, Бирозовский. То есть практически все районы имеют возможность по логистике заниматься кукурузой. И практически это экономически, будем так говорить, целесообразно и выгодно. Развитие властного насенья водства – экономия великих валютных сроков. Технологии на предприемстве, по яке, до речи, працуют аналогичные заводы в Германии, Франции и других странах, дают мягчимость иметь свой якостный населенный материал, который отвечает импортным аналогам. Этапы великого шляха поступовоупевленного умоцовывания экономики агропромислового комплекса. Знаковый момент у них, начиная с 2008 года, стабильно больше за миллионные намолоты зерня. А в 2013 году Брестскую область, 2-й год «Запар» ушановили на республиканском фестивале Кермаши, как абсолютного переможца в республиканском спаборнестве на Жневе. Переможца республиканского спаборнества за досягнение высоких показчиков на уборце ураджая сбожа сярод областей. Все лета гэта Брестская область. Старшиня областного выканавчага комитета Константин Андреевич Сумар. Старшиня Авол Сильгас Харча Степан Рыгорович Араткавец. Мы запрашаем на сцену простудников Брестской области на чале со старшинёй областного выканавчага комитета Константин Андреевич Сумар. Брестская область узнагородживается гоноровым дипломом и грошовой премией по мере 240 млн. руб. Третий год за пар Брестская область признается лепшей у нарыхтовцы кормов. Тривало заховывается тенденция повеличения громадского поголовья живёлы. На Брестшине самая высокая в республице его шильность на гектар. Развитё сельгасвитворчасти сподорожничает технологичное обновление, знижение долей ручной працы. Житё на былорысы городского. Умовы у сельской мясовости, але по самых высоких стандартах. Калі у наявності повный социальный пакет. От дитячого садка до дома культуры со школой мастацтва. От амбулатори до пошты за деленнем ащадного банка. И жильё. Особные уластные садибы с централизованным оттеплением и канализацией. Здесь тепло. Никаких проблем нет. Пошёл, на кнопочку нажал, всё. И даже нет забот, что нужно пойти, там что-то подкинушь, спишь. Нет никаких забот. Дом был полностью готов к жилью. Просто территория ещё была не доведена. Посеяли газоны, сад посадили уже. Ну вот остальное. Немножко даже огорода уже успели в прошлом году. Урожай собирали? Да. Достаточно хорошее урожай, кстати. Мой дом – моя крепость. За 10 годов у Беловежским под ключ сдали 86 таких садиб. Беспроигрышный, у сукупности с достойной заработной платой, фактор привабности життя у сельской місцовости. В первую очередь все создают семью, хотят иметь свой уголочек. Вот это наш руководитель всем молодым специалистам предоставляет. Зарплата у нас хорошая. У меня две взрослые дочери, одна учится за границей. Я могу себе такое позволить. Где есть материальный достаток, ты будешь спокойной, тебя всё будет удовлетворять. И семья, и работа. Тебе будет нравиться жить. Можно спокойно и плюно працовать. Для уникального по многих параметрах открытого акционерного товариства «Беловежский» попередние 10 год стали часом великих справ. С долучением трех суседних господарок предприемства уявляется перед собой заправдный промысловый гигант с замкнутым циклом вытворчасти. Вытворчасть мяса за этот час повеличена больше, чем у три раза, молока – у два. Экономичное умоцевание в коллективе напрямую связывают с планомерностью и настойливостью в подыходах до выращения задач кировницам в области. Что касается сельское хозяйство, конечно, никто до этого вот так масштабно развивать сельское хозяйство и растеневодство, и животноводство ни у кого не получалось. Я не могу сказать, что в это время добавилось каких-то много денег. Нет. И тогда они были, и сейчас их не хватает. Но сегодня вот какая-то вот направленная работа. Вот мы поставили развитие сегодня молочной отрасли. И она действительно сдвинулась в место. Это важно. Это важно. И то, что резко произошло увеличение производства молока. И не стоим на месте и с мясом. Привели реконструкцию, где-то построили новые комплексы. Но это все в каком-то вот спокойном, нормальном идет ритме. Из года в год. Это не то, что там какой-то был рывок, и все остановили. Все 10 лет планомерно все движется и движется, все вперед. Аграрии отзначают немаловажный для их аспект уворошение питания в сельгазвотворчестве. Подход комплексный. Просто едешь сегодня, радуешься. Все проспахано, все приведено в порядок. И вал зерна, и... Ведь это животноводство надо и накормить. Ведь мы и кормим все за счет своей земли. Ничего же не возим с других областей. Поэтому это идет в целом. А все берется от земли. И культура земледелия, она просто поменялась. Жить, значит, рухаться на первой тембуршколе, прорастаясь домами и улицами, городы и везки. Оживаясь новосельями объекты социального призначения. За 10 год 20 школ, 15 детяших садков, целый ряд спортивных объектов. На мой взгляд, за все эти годы самое главное достижение строительной отрасли. То, что мы не потеряли практически ни одной организации. То, что мы сохранили коллектив и людей. И то, что наш строительный комплекс за все эти годы только прирастал, а не снижал свои показатели, свой потенциал. Доказательством этому являются, конечно же, те объекты, которые были построены. При плановом задании на 10 год побудовать 7 млн квадратных метров жилья у эксплуатации издадено 7 млн с половой квадратных метров. Найбольшая успеховая пятигодка с 2006 года, когда будавничные предприемства были модернизованы. У вынику 2010 год стал рекордным за всю историю Брестской области по новоселлях. У эксплуатации на протягу его жилья сдали у эксплуатацию 1 млн 100 квадратных метров. У советские часы лепший показчик был 860. Особная увага с участворным технологиям и материалом будавничества колей в основе, как долговечность, так и пригожость. Далейшее разговор твойня темы социально-экономичного развития в области пропонуем в наступных выпусках телепрограммы «Земля и люди». Продолжение следует...